Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами Хейтер. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. У меня спрашивали, что там у тебя по платосику. Я чисто уже даже удалил, каждый день пообещал, буду удалять хейтерские ролики, но уже хейтерских роликов больше нет. Этот проект уже работает, развивается. И мои ролики чисто нейтральные, чисто уже мое мнение, можно сказать. Вот, давайте поговорим сначала про рынок, что делается на рынке сейчас. Видим то, что на рынке сейчас хайпов, инвестиций, ну делается просто трешак. Проектов осталось, ну можно сказать, единицы, даже ну нет проектов. Вот, и благодаря этому даже может вот этот вот платосик будет долго работать, потому что, во-первых, на рынке сейчас нет проектов. Скажу вам так, то что, ну примерно 500 проектов сейчас есть рабочих. Проектов 400 там, или там 400 с чем-то. Это проекты вообще, у которых, ну нет бюджета на рекламу. Это проекты, у которых там, ну обороты там смешные, там 10-20 долларов, там, ну копейки, одним словом. И несколько проектов, ну гигантов, которые еще динозавры, которые там с 2000, там, с 2000 года еще работают. Таких динозавров тоже мало. Я не буду тут сейчас их говорить, сейчас же ролик не об этом. Вот, ну я образно так сказал, там, которые там 3 года работают, некоторые там один динозавр, его все знают. Но там проценты настолько мизерные, там вы будете получать 5% в месяц, там не больше. И все, что новое открывается, оно быстро все это скамится. Там происходит там буквально 2-3 дня, и все, и скам. Что повлияло так на рынок? Во-первых, экономическая ситуация сейчас, которая делается в странах СНГ, и вообще во всем мире. Я, конечно, канал мой не об этом, но об этом все говорят, и это нельзя упустить. Я тут ничего об этой ситуации сейчас говорить не буду. Я просто рассказываю, как это влияет на рынок. Вторая ситуация, сейчас видим, тренд пошел смарт-контрактов, смарт-контракты на различных там монетках. Их тоже очень много шлака, очень много мусора, очень много всяких некачественных, дырявых смартов. Тут тоже есть свое мнение, тоже сейчас не об этом. И на рынке видим то, что сейчас происходит. Во-первых, пошла аэра смартов, и хайпы, можно так сказать, они, конечно, не умерли. То, что остается, то, что если куда-то уже пошло, они начинают двигаться. Летом ситуация даже была лучше. Даже тот же гринмайнер, почему он так хорошо стрельнул? Потому что рынок тогда был, ну, немножко лучше. И там, как бы, были еще планы на подушку, плюс еще покупалась реклама, там было заложено очень много средств на рекламу. Я думаю, что, ну, может, миллион долларов, может, и 20 тысяч долларов. Этого никто не знает. Но благодаря тому, что все время велась новая реклама, не с кассы, а с рекламой. Так, что у нас тут происходит? Давайте посмотрим. Я чисто тут играю, так сказать, у меня нет цели заработать, заработком это нельзя назвать. Я чисто скучно, чтобы не было. Тут участвую, возможно, будет баунти. Даже небольшие реферальные тут не что-то начислились. Вот, ну, конечно, это не сравнить с теми оборотами. Там, в смарт-контрактах бывает у меня там и 30 тысяч баксов в обороты доходят. Это не сравнить с теми оборотами, когда у меня бывали какие-то там проекты. Вот, и тут чисто можно пока что небольшими суммами, так сказать, тестировать, изучать. Это первое. Второе, что я хочу рассказать. Изначально дизайн и всякие косяки, я вижу, тут немножко поправили. Может, все и дизайн поправят. Статистики, я думаю, то, что верить можно. Она тут более-менее реальная. Давайте посмотрим. Но статистика, все-таки, я думаю, что не накручена, потому что, ну, цифры тут небольшие. Крутить такое никто не будет. Что по движению, что по рекламе. Проект может даже и месяц будет работать, и два. Потому что, как я сказал, это от рынка зависит. Может, и никто не знает, сколько он будет работать. Может, день, может, даже час. Никто этого не знает. Но выплаты тут каждый час, вот это мне нравится. То есть, это уменьшает риски. Конечно, риски есть. Вы можете за час не успеть вывести. Можете месяц тут зарабатывать. Никто этого не знает. И бывает такое, что с таким процентом проект может работать и месяц, и два процента. Небольшой, пять процентов всего в сутки. Тут и десять процентов. Говорить то, что топовый проект, пока что рано. Скажу по факту, как и есть. То, что это топ. То, что это прям, ну, вот топище. Рано. Почему рано? Ну, прошло всего пять дней, заработали пятьдесят процентов прибыли. Ну, нельзя, конечно, называть, что это заработали. Кто пошел на реинвест, он сейчас в минусе на пятьдесят процентов. Если он сюда заходил. Если он заходил сюда, то тут, ну, двадцать пять процентов прибыли. Конечно, там некоторые, там, ребята дают какие-то плюшки, какие-то ревбеки. Ну, чуть больше, там, у кого-то получилось. Поэтому что-то, какие-то делать выводы, пока что о топовости мы не будем. Я, конечно, поменяю свое мнение. Но если этот проект будет работать в месяц, я скажу, да, это отличный проект. Но логин, конечно, я уже не поменяю. Логин так у меня и будет, хейтер. Потому что я к таким штукам всегда отношусь нейтрально. Вот тут, видите, конечно, у меня так сильно эта капча бесит. Я ее не могу войти, нормально. Вот такие у нас сейчас делаются дела. Что делать дальше, куда идти сейчас? Ну, конечно, сейчас люди кинули смарт-контракты. Потому что это на Бенбишке, это все на блокчейне. Вот. Но такие проекты, как Плутосик, тоже, я считаю, выпускать нельзя. Потому что, если я говорю, в месяц он будет работать. Ну, в месяц это так, может и больше. Может даже больше. То почему бы и нет. Плюс партнерская программа хорошая. Если у вас есть свой канал, тут будут баунти. На этом тоже можно неплохо, так сказать, заработать. Сколько у меня на балансе? Давайте нажмем сейчас ведро. Так, давайте мы сейчас выберем Бенбишку. Так, я чисто тут, так сказать, чтобы не было скучно. Вот. Партнерских там у меня немного. Что-то партнеры как-то... Ну, не сильно, так сказать, отнеслись прямо к этому проекту. Вот. Так, 8 и 8 закажем. Наверное, нужно немножко меньше заказать. Так. Так, давайте, выводись уже. Так, что мы не так сделали? Давайте закажем, наверное... Или запятую я не тут поставил, наверное. Так, подождите. А, я не выбрал BNB. Подождите. А, у меня... Эвилибл 7. 7. Все, все, понял. Понял. То, наверное, партнерские там где-то на ЮздТехе валяются. Не знаю, честно. Так, нажимаем Confirm. Давайте посмотрим, что тут по рефералке. По рефералке, конечно, стыдно. Все стыдно. Ну, стыдно, но... Конечно, не стыдно, потому что тут как бы я хейтер, можно сказать. Хотя нет, кто-то вон, смотри, на 18 баксов сюда задонил. Я проект негативил, и кто-то сюда еще залез, наверное, тоже, как я, поиграть. В общем, не знаю. Можно в такой проект, конечно, так сказать, если совсем скучно. Можно, конечно, сюда. Так, сейчас давай посмотрим, пришла нам это BNB, а или не пришла. Может, люди тоже так, как я. Знаете, скучно уже там, не знаю, чем занять себя. У кого-то, может, дождь идет. Конечно, когда скучно, можно выйти где-то с друзьями, там, посидеть. Выпить там кофе, выпить еще чего-то. Но кому-то бывают такие люди, то, что совсем скучно. И уж не знаю, чем себя занять вот в таких проектах, потому они... И работают. Так, ну, нельзя сказать, работают. И вот, опять, я говорю, все нейтрально, в нейтральном ключе. Так, что у меня тут? У меня тут сейчас 1 бакс. Давай на ТРЦ-20 выведем еще вот эти вот копейки. Даже их выводить, честно говоря, не хочется, это уж... Я помню, как я выводил по 100 баксов, по 200 баксов. Так, подожди, где у меня тут? А, у меня в тронах. А, не в тронах нормально, троны пускай будут. Партнер в тронах зашел. Так, партнер зашел в тронах, троны на комиссии не помешают. Так, что у меня тут? Да что ж такое? Что ты не хочешь, я не могу понять. Давай, ладно, 0,93 попробуем уже. Так. Вот что не получать. Так, 0,93. Или 0,9 уже. Дядь, честно. Ладно, вот так может с копируем. Скопируем, давай, что так вставим. Ну и что не так я делаю? Троны, наверное, закончились. Ведров. Нажимаю. Нажимаю ведров. Ну, вот такое вот происходит. Ладно, через поддержку они это все решают, но... Была уже у них такая вот, так сказать... Когда не работал вывод, вот, стрит, троны я нажимаю. Вот. Нажимаю ведров. Ничего не происходит, и даже ничего не написано, что. Так, что, будем сюда еще заряжать, наверное. Делать нечего. Уже те троны, я думаю, оставим их. Пусть там валяются. Так, Beginner, Standard, можно зарядить на Standard. Так, ну, на Standard... Хотя сумма небольшая, конечно. Ладно, давайте пока что будем по-старому, наверное, играть. Beginner, нажимаем, нажимаем. Сета у нас. BNB-шки. BNB-шки. Так, ну, пополнение работает, самое главное, отлично. Вот вывод, что-то с выводом у нас было. Такое себе что-то, непонятно что. Ну, самое главное, что, что поддержка на связи. И там бывает такой баланс оканчивается. Ничего страшного в этом нет, тут не надо пугаться. Так, 0.33. Давайте сейчас вот так вот отправим. Так, что ж такое? Так, давайте я не буду... Так, 0.33. 19. 723. 724 пускай будет, чтобы уже наверняка. Так, комиссия сколько тут у нас? Максимальная комиссия 1 тысяч на 10 тысяч. Ну, тут без комиссии. Тут можно сказать без комиссии BNB-шка. Вот, кстати, мелочь, если по мелочи хочется вот заняться нечем, самый лучший способ это MetaMask. С Binance, честно, не знаю, какая комиссия, Binance-ом не пользуюсь. Вот самый лучший способ это BNB-шка. Или троны. Троны гонять тоже комиссии там небольшие. Либо троны гонять. Ну, такое себе удовольствие. Так, тут уже депозит вчера открылся, сегодня тоже откроется, если выложу ролик, ждать уже не буду. Профита вам, друзья. Я ничего не рекламирую, ни в коем случае. Я только рассказываю свое мнение, я не прируждаю сюда инвестировать. Тем более, логин у меня хейтер. Вот, это никакая ни реклама, ни призы в этот чисто... Чисто мое мнение о проекте. Никогда о рисках не забывать. Играть можно в таких штуках, ну, минимальными суммами. Тут, конечно, ребята играли вчера и по штуке баксов там я видел. Кто-то закидывал. Ну, если на кого не жалко, можете играть, пожалуйста. Это ваше личное дело. О рисках не забываем. И до новых встреч.